Привет, друзья! Не так давно выставлял пост в сообществе о том, что в городе Львов идет прекращение приема заявлений на рабочую карту вне программы «Квалифицированный работник». И под постом были комментарии, люди некоторые не понимали, о чем вообще речь. И многие знакомые тоже не знали, что существовала такая программа, где можно было подать документы вне программы «Режим Украины», то есть на данный момент это «Квалифицированный работник». Решил дать информацию, что это такое, хоть его уже, конечно, не существует, но нужно понимать, что потеряли. И хочу в сегодняшнем видео об этом более подробно рассказать. Как знаете, что Чехия – это одна из самых привлекательных стран, куда едут работать не только украинские работники. В Украине есть одно генеральное консульство, оно находится в городе Львов, где оформляют рабочие карты для трудоустройства за рубежом, конкретно в Чехию. Поэтому в этот город съезжаются будущие работники из разных уголков страны. Ну, конкретно сегодня говорим, естественно, об Украине. В консульство Чехской Республики во Львове выдавали два типа рабочих карт. По правительственной программе «Квалифицированный работник» – это в основном крупные заводы с низкой заработной платой, то есть такая стартовая база, и вне ее. То есть сейчас чуть-чуть истории. То есть пользуются последние вот эти программы, пользовались точнее. Она была закрыта еще с марта месяца, когда было первое чрезвычайное положение введено, закрытие границ в Чехии. То есть те украинцы, которые хотят работать на лучшей высокооплачиваемой работе, а не на заводах. То есть для этого была создана эта программа. Но такие вакансии не подпадают по правительственной программе, и нужно зарегистрироваться для подачи в консульство. Общая квота представительства составляла 40 720 заявлений на выдачу рабочих карт в год, из которых 40 тысяч это через программу «Квалифицированный работник», а 720 заявлений для всех остальных рабочих карт. Ранее желающие подать заявление за правительственными программами в Чешскую Республику могли зарегистрироваться для подачи онлайн с помощью электронной почты раз в месяц. Но в 2019 году все это изменилось. Об этом мы снимали видео, делились. Поэтому кому интересно, переходите, смотрите вот сюда. Как говорил ранее, в 2019 году бесплатную систему онлайн-регистрации изменили сначала на живую очередь, за которую нужно было платить людям, которые получат возможность попасть в консульство. То есть регистрационный сбор с человека составлял тысячу крот. Впервые живая очередь состоялась 15 августа, почти через неделю после изменения системы регистрации. Формировать очередь люди начали еще за несколько дней до определенной даты. Некоторые приезжали во Львове, стояли весь день под зданием консульства, лишь бы не пропустить очередь. А в канун подачи стоя ночевали. В конечном итоге в ситуацию даже вмешались правоохранители, но им тоже не очень удалось координировать хаотичную толпу людей. Вторая живая очередь состоялась уже 14 ноября 2019 года. И несмотря на прохладную осеннюю погоду, ситуация была аналогичной, августовской или даже хуже, потому что желающие получить документы и возмущенные положением дел люди начали давку. Для охраны порядка привлекали даже нас, гвардейцев. Вторая очередь состоялась в два раза. В связи с многочисленными жалобами ее изменили на так называемую жеребьевку. Об этом тоже мы говорили в наших видео. Было такое недопонимание, возмущение. Что же на самом деле было, что это за жеребьевка? В консульстве решили, что спрос рождает предложение и на это можно реально заработать. Если работник хочет получить рабочую карту и по правительственной программе, то должен принять участие в жеребьевке. Для этого надо лично прийти в представительство Чешской Республики во Львове и купить за 40 евро талон на эту жеребьевку. Все талоны имеют уникальный номер, но выиграть могут только 180 человек. То есть это квота на эту программу. Это подтверждает и результаты последней лотереи. Победителей было 180, а всего в розыгрыше участвовали 647 талонов. И это только те лица, которые успели зарегистрироваться. И речь идет не о том, что люди получат рабочую карту. Эти 180 счастливчиков просто получат возможность поддать документы в Генеральное консульство Чешской Республики для рассмотрения. Возмущает людей даже не такая система выбора победителей, а то, что участникам деньги за регистрацию, то есть эти 40 евро, просто не возвращают. То есть если количество участников достигает почти 650 человек, каждый из которых заплатил сбор, а победителями становится 180 человек, то консульство получает ни за что почти 19 тысяч евро. Секундочку, задумайтесь, ребята. В год эта сумма возрастает почти до 80 тысяч евро, поскольку розыгрыши проводят раз в 3 месяца. При этом участники лотереи отмечают, что сбор принимают только в валюте, наличными чеков не выдают. Я уже не говорю о том, что во Львов приезжают люди из других городов, которые тратят собственные деньги на дорогу, проживание в городе и в конечном итоге не получают документов. Человек, проиграв в лотерею, может еще раз потратить 40 евро на регистрацию или обратиться к уполномоченному представителю по заверенной нотариусам доверенности, которая тоже стоит денег. Такая система, чтобы вы понимали, работает только в Украине, Индии и Грузии, в представительствах Чешской республики. Остальные страны шли на онлайн формат регистрации. Последний раз масштабный бизнес вот такого плана на зарабячанах из Украины происходил в течение 2008-2009 годов, когда тогдашний генконсул Чехии во Львове Владислав Гробил допустил регистрацию телефонов при стоимости звонков на секундочку 20 долларов США. В сентябре 2009 года около 160 украинцев подали на МИД Чехии в суд, за дело взялись правоохранители по борьбе с коррупцией и в конце должностному лицу пришлось уволиться. Украинские работники убеждены, что и нынешняя система регистрации может содержать признаки коррупции, ее нужно изменить с лотереей за деньги в бесплатный механизм подачи заявлений онлайн, как и было ранее. Тем более, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса с целью недопущения скопления людей у консульства. Но, как мы знаем, по итогу, 14 декабря 2020 года, с действием от 1 января 2021 года, правительство Чехской Республики утвердило обновленное постановление правительства о максимальном количестве заявлений на визы для пребывания свыше 90 дней. То есть, это та информация, которой поделился я в посте. Они акцентировали внимание на том, что корректировка количества заявлений на рабочую карту, которые могут приниматься в консульских представительствах, отражает оценку ситуации на рынке труда, рисков безопасности, предпочтений работодателей и текущего использования квот в отдельных консульских представительствах. На основании вышеуказано постановление правительства в Генеральном консульстве Чехской Республики во Львове, начиная с 1 января 2021 года, отменяет прием заявлений на рабочую карту низкоквалифицированных работников. То есть, вне программы квалифицированный работник. Ребят, я надеюсь, это видео даст больше информации и понятия, что вообще происходило и происходит в чешских консульствах. То есть, задача дать вам полную картину, что было две программы. Была программа вне режима квалифицированный работник и теперь только останется режим квалифицированный работник с квотой 40 тысяч в год. Больше других программ, а я знаю, что были такие люди, и есть наши подписчики на нашем канале, которые подавались по документам вне программы режима. Украина и он же квалифицированный работник. Так вот, ребят, уже этой программы не будет. Еще хочу вам сказать, чтобы перед тем, как появляется какая-то информация у нас на канале либо других каких-то источников, пожалуйста, просто читайте сначала эту всю информацию, чтобы не было потом недопониманий, чтобы не было никаких там пустых звуков, чтобы все было ясно и прозрачно. Мы делимся этой информацией, потому что считаем, что эта информация важна, чтобы вы были в курсе, что происходит. Делимся этими ссылками, делимся этими сайтами. То есть заходите, читайте, там очень много информации. Не стоит задача у нас вас там обмануть, сказать, что вот я умнее, я круче, я больше всех знаю, а вы вообще ничего не знаете, и тут я вам лапшу на уши вешаю. Нет. Вот, в принципе, вся информация, которую я хотел с вами поделиться, хотел разобрать этот момент. Я надеюсь, это видео вам помогло разобраться в тех ситуациях и тех режимах, которые существовали до этого времени. Поэтому ждем от вас вашей поддержки, ваших комментариев, ваших лайков. И увидимся уже в следующих выпусках. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok